вернуться именно в россию нет это знаешь почему всем привет я сегодня вот пришел друзьям поработать заодно они согласились после пыток дать нам интервью и рассказать как живут наши в аргентине я выгляжу вот так вот зеркало не хорошо видно хорошо володя его велосипеды очень крутые велосипеды это это мой усадок это парусники да на парусах на парусах марш на 3 метра пойдем дальше пока люди еще не успели отказаться смотрите парикмахерская хозяйка медной горы сидит мы еще те ребята мы поговорить то можем и про нашу жизнь тебе может быть дать я сам возьму тумбочку ты меня только из-за пиздевая не убирай будет все и можно потом мне там и мешочка по глазами как то убрать фотошопом фотошопом да ты мне использоваться вот пожалуйста мне очень на но нужно много фотошопа о круто привет привет народ меня зовут катя вот тут в трусах бегает мой муж володя ну видно наверно только трусы африкатистую чеки труси трусы под себя подо мне пусть лучше тебя сверху будет видно чё говорить-то когда вы приехали мы приехали в девяносто шестом году в прошлом столетии до приехали мы тогда еще были молодые резвые начиненные надеждами вот причина нашего приезда и смены страны даже и говорить не хочу но очень были у нас в россии 90 лихие вот вот от них мы и съехали и мы вообще на самом деле приехали сюда подумав о том что мы проводим здесь но года три-четыре но когда там у нас все в россии утрясется вот потом мы вернемся то есть мы не приехали сюда навсегда сама мы привезли сына семилетнего сын пошел в школу сначала мы у нас были еще какой-то такой золотой запас не очень мощный но как бы был вот мы определили сына 20000 у нас было 20000 долларов до но мы 10 потратили сразу как бы на аренду и на мебель это аренда да по-русски это аренда вот десятка осталось нам чем определили сына в платную школу англо-русскую но там нас продержался немного года два наверно да почему потому что деньги кончились а это платная школа нам сначала там еще дали бэка я не знаю по-русски но типа пособия да у нас еще там год пробовал этой школе есть такое слово когда дают студентам для ну там в общем нет там студента чтобы они вот здесь это называется бэка я не знаю как пособие такое которое особенно чтобы как бы еще кто-то продолжал платную учебу на платную учебу потому что была такая история очень очень коротенькая история у нас сын он как бы вот ему было семь лет уже наверно это было восьми годам и тут есть такая фраза если на какую публику мы вещаем на русскоязычное здесь такая есть фраза очень некрасиво звучащая называется и ходопута и ходопута это дочь ну в общем проститутки ну вот и как бы сыну его там однокашник вот стало вот типа дразнить там и ходопута и ходопута и савелий как бы савелий зовут нашего сына очень русское имя у меня чушать им делать потому что волос ну извини перебил потому что всегда в школе в классе есть кто-то кто внуки поставил буллинку достают меня спросил чё с этим делать скажи ему два раза расскажет ты ему скажи не говори со мной так второе называемое у маму как бы не попустит скажи ему не говори со мной так третий раз не надо ничего говорить просто бедно и что-то случилось еще как бывает двое так что некоторые вот такие ругательские как бы фразы или или полу ругательские фразы многие говорят даже не конкретизируя вот конкретно что это ты вот так но а кто новенький он воспринимает именно конкретно они на свой счет конкретно вот вот так и случилось нашим сыном потому что когда ему этот я помню вызывали гастон вот когда ему гастон как бы там и ходопут и ходопута и ходопута и сын ему говорит слушай моя мама не проститутка у меня мама нормально хороших очень близко к сердцу и когда гастон как бы перешел границу савель ему мазал в лицо он ему разбил нос они мальчишки в восьмилетние как бы но кровь пошла вызывают нас к директору я не смогла как бы ловко подкладывать я пошел я сейчас расскажу потому что ходил я уже вас директором и директор говорит что так нельзя почему нельзя я считаю что мой сын сделал все правильно русский вот русский он есть русский марбаса директор говорит директриса нет он должен был пойти и пожаловаться преподавателю я говорю это мальчик он не должен жаловаться преподавателю он должен решать вопросы сам если бы это была девочка дочка тогда да она должна была пойти и пожаловаться потому что это девочка а парень должен решать свои вопросы сам в результате после второй драки как бы нас оттуда выгнали и даже бэка не помогли нас готовы были задержать на сказали что он и когда автор 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 то есть это было первое вторая драка имела немножечко другую историю там служба сложилось по-другому возник конфликт между ребятами наш сыночка навесил пару филганов конкретно звонит я мама этого мальчика и говорит следующее я не имею претензий к вам но я вам звоню потому что вот это случилось да и я единственное о чем я прошу я знаю своего сына когда следующий раз он его будет бить чтобы не убил это еще не книг это еще не конец фразы и следующая часть то что мама мне говорит ну я так думал что претензии там какие-то да да чё то это мой сын уже два года ходит на каратэ я плачу деньги за санкцию каратэ я теперь понимаю что это плята альпедо мне тогда это понравилось как бы реакции родителей потому что ну там там только не убивают альпедо это русскому населению русскому слушателю мы приехали на руках семилетний сын а вот начало было очень непростое жизни тут ну потому что сначала мы расселились да наверное как у всех эмигрантов по-испански мы не говорили вообще ни одна вот единственное что мы знали это без самого самому чем а вот это вот из песня до испанская песня вот поцелуй меня поцелуй меня очень много вот но как бы вот это место что мы знали на слуху было в другом варианте мы не разговаривали вот было тяжело было тяжело потому что когда ты погружаешься в мир в котором ты ничего не понимаешь ничего не можешь но как обезьянки вот обезьянки все на руках но понятное дело что в супермарк там приходишь там смотришь банки какие-то там макароны они во всем мире макароны крупа какие-то там мясо какое-то то есть это все было просто деньги платишь и даже можно быть абсолютно безмолвным и питаться вот вспомнил историю может быть людям понравится но работы не было языка не было но нашлась женщина которая помогла мне устроиться работать там маляром штукатуры я устроился никогда не занимался этим делом то есть ну как я понимаю что такое кисточка краски как бы вот никогда этим делом я не занимался пришел в официну большой этаж там где-то тысячи метров как бы куча работников там все кто-то что-то штукатуре строит красят как бы там занимаются своими делами наверно было не официально это был объект который надо было красить ну да не официально объект него тоже научился здесь ложить ну ладно пришел крови шоу меня научили здесь что надо говорить туда я все могу я спрошу эту экспрессии есть есть эксперименте это опыт опыт есть до любых любых чуть-чуть остаться скажем так ну потому что работать надо денег надо пришел нашел бригадира бригадир говорит но вот типа умеешь я буду да конечно умею да еще все в принципе не понимая что от меня надо скажем так ничего вообще спрашивают но все си ну хорошо ладно там вот есть еще помощник у есть материала чего надо к нему обращайся но мы чушь делай-то блин думаю пойду-ка я покурю и посмотрю вообще как народ работает вообще как ну как года там еще есть кистью мотает да ну штукатурку как накладывать ухожу погуляю как бы там тысячи метров там много людей как бы похожу покурю посмотрю как бы есть у кого опыта набраться торопиться некуда ну посмотрел начал работать делаю свою работу вечером приехал бригадир но и собрал нас все там пицца пицца сервеса как бы вот сервеса это пила такой сходящий сходячок устроил но я как мог ничего не понимаю вообще что происходит скажем так но пригласили покушать хорошо покушаю попью как бы какие сложности как новый человек мне задают вопрос кванту они с экспориенции тэнэс сколько сколько лет да ну слова экспориенции в то время не знал но он что-то понял что это сколько лет до манту они уж я говорю 34 а его в то время было посидели 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 покушали там и все на следующий день все следующие повторяется а я выяснил уже на следующий день что такое слово экспориенция и мне опять задают вопрос кванту экспориенция я говорю 34 тебе же вообще принципе 34 я бы вся моя жизнь это моя экспориенция не одно но были такие на самом деле и немножко печальные немножечко веселые моменты но сейчас по прошествию лет мы по всему к этому относимся как анекдоту а были моменты когда вот я например не было работы то есть без языка дамы юристы которые приехали из россии юристы здесь никому не нужны а потом без языка опять-таки юристом надо работать в той стране где ты вырос деньги 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 кончились деньги кончились и стали отключаться всякие разные сервисио ну а как-то хотелось это как-то хотелось жить ну я включил немножко мозг рядом с окном у нас провода висели я в них воткнул две иглы но воровали телевизионное вещание жили очень романтично мы жили при свечах потому что электричество нам отключили никогда не отключали ни газ ни воду вот у нас вот электричество у нас не было телефона не было телефон только на входящие звонки потому что платили эти абоненты аниме да но мы жили при свечах очень-очень так вот романтично вечером садимся ужинать 7 летний ребенок жрать нечего денег нет работы нет соседи мне подсказали что напротив тогда еще были такие лавки альма-сель и практически не стало мне подсказали что сходи потому что ты у него как бы уже время покупаешь у тебя знает вот у нас были под запись макарона масло какое-то кетчуп какой-то ночью минимум минимум да и даже было такое вот я помню очень хорошо потому что врезается в памяти не уходит никогда когда семилетий ребенок задает вопрос с утра нам а мы вообще сегодня кушать будем и чё ты ему скажешь начать ему скажем будем кушать да мы найдем на роем не знаю мы то можем взрослые потерпеть водички попить там еще как-то обойтись ребенка объяснишь что есть нечего просто ничего совсем ну да в общем были сложные времена потом как-то вот володя пошел работать потом я пошла работать научилась делать ручки-ножки никогда в жизни я даже этих щипчиков не держала в руках не пилки ну там себе что-то этом подпиливала когда-то вот ну вот научилась уже двадцать с лишним лет работаю как патолог патолог педикуре я до руки депиляция вот вот на том стоим а володя тоже юрист у меня по образованию я сюда пришел парикмахерскую совсем другим путем ту часть правды часть неправды а давай по правде сначала правда они правда зато как поможете кому-то не решится сюда ехать стойки туда ставишь стойки у кого сначала как ли как я стал парикмахером когда-то я служил в армии как как солдат как по поводу облигатурию по-русски подожди там в один прекрасный в один прекрасный день меня вызывает капитан и говорит бери ножницы и иди стриги чтобы на конец недели все были подстрижены но как положено в армии чтобы прошли как бы лучше осмотр и так далее старая стрижка я говорю что же капитан я никогда никого вообще не стриг но если будут плохо подстрижены и они не поют не пройдут контроль как называлась осмотр 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 это они не пройдут этот осмотр и никого нет ну хорошо смотрят ну давай не не за русские не перебивая я говорю как могу тогда короче если если не пройдут то будет и не выйдут на фильм до 7 1 факта на конец недели не их не выпустят в город то будешь им сам объяснять почему их не выпустили в город ну так сурово ну и вот начал стричь как умел никто меня никогда не ученая всем город выбежали выбежали ну вот хорошо значит потом концу конца прошел для концу концу службы ко мне офицеры ходили стричься и так далее почему потому что он набил руку как-то как-то стало получаться не знаю наверное машинкой стриг и машинкой у меня даже есть и ножницами и машинкой а это вот машинку у тебя есть такая кстати мне подарил чай а кусью чай зараза на поликусь немножко о том как я стал парикмахером не одна клиентка там у нее умерла бабушка или дедушка и принесла мне эту машинку у меня такая машинка есть я ее восстановил наточил и она мне лежит как они не пользуются у меня есть электрическая зачем надо это раритеты такие у меня там есть всякие гуде древние которые уже никто не пользует отнесут возвращаясь к теме в общем стрик как-то немножко руку набил потом ушел на гражданку и когда там собирались с друзьями ну тоже как-то кого-то подстригал и предлагал как у меня уже появились специальные перри пригодилась 9 специальные ножницы специальная расческа нужны с угловка вот этого я не помню то мне извини суши я рассказываю да но я с тобой жила уже с этого момента практически 35 лет вместе были некоторые такие запрещенные вещи которые никому будут трогать нельзя потому что трубу только я про про ехали сюда здесь всякое там маляр штукатур карпинтера но другая деревянщик на общем по дереву когда столяр до столярка потом нам сделали заказ работали мы с одним парнем хороший парень работали мы с одним парнем и нам сделали большой заказ тогда это было в долларах и архитектор который запросил этот заказ и сделала сделала это предложение сказал попросил нас дать ему очень хорошую цену мы дали очень хорошую цену это было порядка двадцати восьми тысяч долларов за работу но тогда песса и доллара на канале это как бы было за работу но плюс материала мы выполнили всю работу архитектор обещал заплатить сразу налички прихожу я за этой наличкой и мне дают чек на эту сумму кон шесть месяцев то есть когда ты можешь деньги получить только через шесть месяцев а тогда было так что до 500 долларов можно было купить материалы там дерево там еще чего-то как-то то есть можно было как-то употребить свыше 500 за просто за это этого не помню ну хорошо я вернулся домой а мы раз рассчитывали на то что как бы наличка придет деньги будут у нас было потрачено все то есть у нас денег дома просто не было напарнику я позвонил сказал что серёга задница потому что у меня есть этот чек который через полгода будем богатыми соседи лапу а пока скажем так надо ковырять в носу катюхе сказал что все три дня я сижу дома ничего не делаю буду мухать красота но красота просто ну так и сказал тренинг я просидел дома и за три дня подумал думать чего я делаю здесь но во-первых денег нет работа грязная пыльная там с ацетоном с одним с другим с пятым десятом могу еще много историю рассказать как бывало надо что-то менять что менять вот что мне вообще здесь в аргентине во-первых здесь жарко это как раз было лет во-первых жарко значит надо искать какую-то работу там где есть кондиционированный воздух ну чтобы дышать можно было нормально во вторых я уже не очень молодой надо как-то работу какую-то почище искать что ли то есть не такую грязную пыль ну понятно ты решил стать парикмахером во вторых тут немножечко что мне нравится мне нравится женщина что еще когда-то умел умел когда-то стричь значит где есть женщины где можно стричь парикмахерская логично пошел прошел какие-то дурацкие курсы которые меня ничему не учили мы пошли работать парикмахерского вот так я стал парикмахером собственно говоря но право продолжаю до сих пор учиться постоянно в интернете постоянно смотрю в это ваша теперь парикмахерская аренда 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 парикмахерская наша нигде помещение нет ни наши арендованы это помещение сейчас стоит порядка 200 тысяч долларов у нас таких денег нет просто так я стал парикмахером ладно это закончил почти давай 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 а уезжать хотелось бы когда-нибудь вернуться нет вернуться именно в россию нет это знаешь почему лень потому что мы приехали вот со скупым монетным как бы содержанием то мы все потратили потом нас денег не было а еще один переезд это все влечет за собой достаточно большие деньги ну да и тем более что в россии у нас ничего не осталось мы продали за бесценок квартиру мы продали у нас много чего было все в россии в россии я скажу по-другому в россии три раза мы поднимались а потом не потому что мы ошибались потому что государство нас опускала и когда нас третий раз государство опустила я сказал что я устал я устал и я поеду в любую другую страну почему потому что вот допустим здесь но хорошо мы не богато живем скажем так не жалуюсь но не выгода но вот мы достигли этого это наши это хрен кто заберет а у нас в россии никогда не знаешь это как в свое время не был это как в свое время моего друга опустили он торговал шоколадом таскал шоколад продавал как бы андрюса не слишком опустили в какой-то момент он потом опять поднялся он ушел в другую рубрику не важно сейчас не о нем когда у торговал торговал на таможне платил все положенные налоги все было хорошо а потом спустя год ему взяли и прислали счет что оказывается с января прошлого года он должен заплатить налогов в десять раз больше и ну хорошо володя это были лихие 90 я не думаю что что-то изменилось в россии сейчас еще хуже чем сейчас но были люди которые поднялись и остались на плаву у нас тоже есть такие примеры пример вот у нас с тобой не получилось я думаю что не только вина государства я думаю что и наша с тобой а мы мы не справились в свое время мы выпустили несколько книг но с ним нет малой пусты когда у нас подозначили одной из книг признана была лучшей книги детской книгой горы он где-то детские детские серии мы стали выпускать но так до конца не выпустили потому что было намечено значительно массивнее все это но всем книг выпустили нас вот эти сигнальные экземпляры этих нет есть мы бережем потому что это да это наш труд детской литературы хорошие издания с хорошими рисунками так интервью с ребятами мы продолжим следующем видео или не в следующем в общем мы продолжим потому что у меня перегрелась камера и она выключилась мне надо было срочно домой и потом я пообещал им прийти еще раз и они все надо расскажут как наша жизнь тут за рубежом у кого как становилось послушайте это проходил мимо смотрите центр еврейской культуры и этот самый вот эта очередь стоит в них делает тест тест тех кто подозревает что они заболели смотреть какая очередь квартал на тестирование люди по приезжали чувствуют что что-то не то его чтобы сделать тест вот это очередь на тест это не на прививка просто на текст я решил по другой стороне пройтись от них вот так что вот после отпуска многие так все уже там масках потому что каждый считаешь иначе чего он пришел на тест если бы он не болел ну как бы не было симптомов так что да много 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 получается вот квартал или там еще может даже и за угол всех посмотрим они ребята там за угол еще квартал а дальше не знаю есть ли там или нет еще народ ну в общем тест уже два квартала вижу то есть 200 метров очередь если не загнулась она еще за поворот так что вот так пока новых ограничений у нас не водят никаких но факт том что скоро должны будут разрешить вроде бы говорили покупать тесты в аптеках и делать самим потому что не успевает делать тесты вот эти все центры вот такая наша новость я иду домой а потом еще раз скажу к ребятам и они если вам понравилось ставьте лайки пишите хотите чтобы еще пошел и они нам рассказали дальнейшему историю своей жизни в аргентине как они тут становились чем занимается почему остались почему не уехали и все таком духе живут они столько жестоко и я 96 года здесь мусю пока этого было и солнечной а рикки а рикки